В августе, да, сполохало все? Да. Страшно было? Очень. Далеко от ваших домов? Метров. Нет, даже в метров. Метров пятьсот. Метров триста от моего дома. Что в такой ситуации надо делать? Что делать? Мы там крыши поливали, воду набирали. Например, у нас были синяки. Вот мы вокруг Ник поливали водой и сразу приготовили шланги, чтобы, если что, вот огонь приходил к нам, чтобы мы сразу могли помочь шлангами, если не хватает, например. И воду приготовили, моторы приготовили, чтобы воду можно было качать. Это место для нас очень много значило. Этот лес, наше все детство, мы там провели большую часть времени. Мы там раньше даже играли в войнушки, так называемые. Сами вырезали автоматы, винтовки, делали окопы. Мы там жили, можно сказать, целыми днями. В течение пяти лет у нас проходила акция «Рождественский подарок братьям нашим меньшим». Мы ходили наряжать елку разными овощами, фруктами. Также присыпали над елочкой для птичек корм какое-нибудь зерно. Так как лес выгорел, мы теперь не сможем проводить эту акцию. Также не будет прикормки для животных. Прошлую субботу мы сажали за хутором Тереховским лес. Мы сажали под станицей, даже в станице Нижнекундрюческой деревья. Посадили много деревьев. Все очень долго работали, очень хорошо. Сколько ты посадил деревьев? Мы посадили, наверное, больше ста деревьев каждый человек. Тракторами проделали ямы, и мы туда проходили. Каждый на расстоянии 70 сантиметров сажали одну сосну. А можно я так материально зову Анискина? Расскажи, пожалуйста. Давай, Анискина. Ну, у нас в Игоре... Подожди, Анискина знаю, зовут как? Анискина Татьяна, учащийся в девятом классе. Анискина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok